Добрый день, глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, разрешите представить доклад на представленную тему. В современной отечественной литературе, к сожалению, отсутствует классификация образования B3, которая уже давно успешно используется у наших зарубежных коллег, поэтому будем использовать именно их данные. Практически 20 лет назад Королевской коллегии патологов совместно с хирургами, онкологами и специалистами лучевой диагностики были опубликованы рекомендации по диагностике образования молочной железы, и они разделяли образование на следующие категории. Это B1, нормальная ткань или неудовлетворительные результаты биопсии, B2 – это доброкачественное образование, B4 – это подозрение уже на маливнизацию, и B5 – это установленное гистологически верифицированное злокачественное образование. При этом категория B3 – это гетерогенная группа с неопределенным злокачественным потенциалом, в среднем частота встречаемости по различным исследованиям составляет от 4 до 10%, по базам данных в Швейцарии достигает и 17%. Также в классификации они выделяют категорию B3A – это образование без АТП, и B3B – образование с неопределенным потенциалом, но с наличием АТП. Львиную долю этих образований составляет атипическая протоковая гиперплазия, порядка 40%. В 30% примерно встречается популярное образование, в 10% – это дольковая карцинома НСИТ, и реже встречается радиальный рубец, образование мягких тканей, фиброэпителиальные, мукоцелеподобные образования. Частота выявления злокачественных опухолей по результатам биопсии, или так называемый Positive Predictive Value, или Upgrade Rate, составляет от 20 до 35%. И при этом в подавляющем большинстве выявляется чаще всего дуктальная карцинома НСИТУ, и в 35% может верифицироваться инвазивная карцинома, которая чаще всего представляет собой low-grade гормон чувствительный рак молочной железы в достаточно благоприятную прогностическую группу. Тем самым большинство количества данных образований все-таки представляют доброкачественные изменения. Частота апгрейда очень сильно зависит от наличия АТП. Итак, при наличии папилломы без АТП частота маллигнизации примерно в 4 раза ниже, чем при наличии папилломы с АТП, при выявлении АТП. Исторически подобная категория образований удалялась хирургическим методом, хирургической эксцидии с диагностической целью, чаще всего являясь при этом доброкачественные изменения, но за последние десятилетия чаще всего используются в настоящее время малоинвазивные методы корбиопсии или вакуум-аспирационной биопсии как с диагностической целью получения большего материала для точности диагностики гистологической, так и с лечебной целью. С 2001 года ежегодно эксперты по диагностике и лечению образований B3 категории встречались 2 раза в год. И в 2016 году впервые в Швейцарии они встретились на первой международной консенсусной конференции по заболеваниям с неопределенным злокачественным потенциалом молочной железы на базе Международной школы, Ультразвуковой школы молочной железы. В конференции принимало участие 90 человек, и в мультидисциплинарную команду входило 9 специалистов лучевой диагностики, 2 патолога, 1 хирург и 4 гинеколога. Целью данной встречи был анализ крупнейших баз данных Швейцарии, которая включала больше 22 тысяч биопсий, и по результатам голосования были определены рекомендации по тактике и лечению данной категории. В ходе голосования с золотым стандартом был принят вакуум-оспирационной биопсии, и большинство образований подобной категории действительно возможно удалить с помощью данного метода. В 2018 году была собрана вторая международная конференция по поводу этих же образований с неопределенным злокачественным потенциалом. Включало в себя уже 70 экспертов, 70 человек. В мультидисциплинарную команду входило уже большее количество экспертов, но при этом примерно большая половина членов конференции это были рентгенологи, врачи лучевой диагностики, и в 45% это были специалисты уже патологи, гинекологи и хирурги. Проанализированы были результаты уже действующих рекомендаций 2016 года, а также еще большая база данных биопсии, более 31 тысячи гистологических заключений, проанализировано было также предоставленной швейцарской командой. И по рекомендациям было предложено экспертам голосовать за динамическое наблюдение за выполнение вакуум-оспирационной биопсии или хирургической эксцезии каждой категории из этих образований. Первый вопрос был, если гистологическое заключение подтверждает категорию B3, необходимо ли его удаление. Второй вопрос заключался в том, если да, то возможно ли выполнить вакуум-оспирационную биопсию. И третий вопрос, если вакуум-оспирационной биопсии подтверждает B3 категорию, и визуально образованием полностью удалено, приемлемо ли наблюдение или необходимо повторное вмешательство. Также в терминологии важно, что зарубежные наши коллеги используют два различных термина. Это вакуум-оспирационная биопсия с целью диагностической, именно подтверждения диагноза для получения большего гистологического материала. И вакуум-оспирационную эксцезию уже с целью лечебной удаления образования полностью до 2 см. Рассмотрим некоторые из образований данной категории. Типическая гиперплазия эпителия гистопатологически, она схожа с дуктальной карциномой инситу, и различается лишь по степени распространенности. Менее 2 мм – это гиперплазия типическая, и более 2 мм – уже лоу-грейд DCIS. Гистолог может поставить. Уровень апгрейда при этом составляет до 65% по данным корбиопсии. В 4 раза увеличивается риск рака молочной железы при установлении данного диагноза и достигая при этом 30% за 25 лет. Все 100% экспертов проголосовались за удаление однозначно этой категории, и подавляющее большинство проголосовало при этом за хирургическую эксцезию. Что касается дольковой неоплазии, они разделяются на LCIS, карциному инситу, и атипическую дольковую преферацию. Все остальные категории плеоморфной дольковой неоплазии с участками некроза относились уже к категории B5. При этом уровень апгрейда, по литературным данным, от 0 до 66% варьирует достаточно серьезно. И относительный риск при этом повышается, в отличие от атипической гиперплазии, в 8-10 раз и достигает 35% за 35 лет последующих. 69% экспертов проголосовались за удаление данных образований, при этом половина экспертов считает, что вполне допустимо использование вакуум-аспирационной эксцезии и с дальнейшим уже последующим динамическим наблюдением. Папиллярное образование достаточно гетерогенная группа, которая может относиться как к категории B2 при наличии одиночной папилломы менее 2 мм, так и уже к категории B4 и B5 при верификации карцинома. При этом уровень апгрейда достаточно сильно зависит от наличии атипи и достигает 47% при выявлении атипичных клеток. 76% экспертов проголосовали за удаление данных образований, при этом подавляющее большинство рекомендует выполнение вакуум-аспирационного метода с дальнейшим динамическим уже наблюдением. Радиальный рубец, встречается различное его название, как радиальный рубец – это менее 1 см, склероэластические образования или сложные склерозирующие, когда образование размером уже более 1 см. И при наличии атипии уровень амалинизации достигает 36%. Часто радиальный рубец наблюдается уже в сочетании с флетотипией, атипической гиперплазией протоков и лобулярной неоплазией. По голосованию практически все эксперты проголосовали за возможность малоинвативной методики и с последующим уже динамическим наблюдением за этими пациентами. Если обобщить, то при выявлении атипической гиперплазии или филоидных опухолей однозначно рекомендована открытая хирургическая эксцеза с последующим динамическим наблюдением в течение 5 лет, что включает в себя ультразвуковой или маммографический контроль каждые 6-12 месяцев. Во всех остальных случаях, толькование плазии, флетотипии, радиальный рубец, папиллярное образование возможно использование малоинвазивной методики с последующим подобным динамическим наблюдением. И следует отметить, что во всех рекомендациях российской королевской коллегии и патологов и национальной программы скрининга всех современных европейских стран везде рекомендовано именно мультидисциплинарный подход, когда все коллеги, лучевые диагносты, патоморфологи, хирурги, онкологи все обсуждают сложные эти случаи совместно. Что касается последних рекомендаций национальной программы скрининга, в них обязательно включено использование уже маркеров, клипс при диагностике и наблюдении за образованиями категории B3. В 75-100% случаев рекомендуется установка маркеров. Варианты могут быть различной формы, размеры варьируют от 2 до 7 мм, могут быть из нержавеющей стали, титана или других современных материалов. При визуализации нескольких образований рекомендуется установка различных маркеров, чтобы возможно было дальнейшее динамическое наблюдение, особенно если гистологические эти мультифокальные образования различаются. Показанием к установке маркера внутри тканевого маркера, безусловно, считается динамическое наблюдение с целью последующего контроля или при планировании дальнейшего хирургического лечения визуализация лужообразования удаленного. Также в национальной программе скрининга в Великобритании везде указана установка маркера, безусловно, по всем нарушениям категории B3 рекомендовано после биопсии устанавливать маркеры. Визуализация после установки маркера с целью оценки статуса поражения удалена образование полностью. Если да, то насколько близко оно расположено с местом удаленного образования. Положение маркера, безусловно, относительно того образования, если оно сохранено. И постмаркерная маммография для сравнения уже со снимками, проведенными до биопсии, с целью как раз локализации или подтверждения миграции маркера. Миграция встречается в 15-40% случаев, реже из-за сложнений единичные случаи в литературе об аллергических реакциях на установленный внутритканевой маркер. Из недавних исследований, достаточно интересное исследование, провели ретроспективно на 197 пациентах, было выполнено всем биопсии с установкой маркера. Учитывали такие факторы, как возраст, тип поражения, плотность, количество взятых образцов, тип маркера. И уровень миграции составил 38%. При этом миграция определялась как дислокация маркера на более чем полсантиметра от выявленного образования на предбиопсийных маммограммах. И таким образом, единственный фактор, прогностическая переменная, которая влияла на частоту миграции, являлась плотность. Чем ниже, чем меньше плотность ткани молочной железы, тем выше частота миграции данного маркера. Больше ни один из факторов на данное осложнение никак не повлиял. Еще одно исследование о повторной метахронной установке маркера, проведено, это уже было опубликовано в 2020 году. 98 пациентам была выполнена биопсия, при этом в половине случаев не был установлен маркер. И уже после подтверждения гистологического заключения при выявлении действительно необходимости повторного хирургического вмешательства при ультразвуковом исследовании устанавливался повторно маркер. В 87% случаев визуализация была успешной, и тем самым авторы доказали возможную экономическую эффективность именно повторной такой метахронной установки маркера спустя, после уже получения гистологического заключения. Также это важно, если у пациента есть аллергия на какие-либо виды металла. Что касается опыта нашего центра, с июня 2019 года проведена биопсия 61 пациенту. В лечебных случаях это проведено было практически в 60%, но тем не менее в 40% случаев пациента выполнялось вакуум-аспирационной биопсии с диагностической целью, и мы в 100% случаев устанавливаем внутритканевой маркер в зону удаленного образования. Из клинических случаев разрешите представить, пациентка обратилась к нам с жалобой на образование в правой молочной железе, по данным маммографии определяла скопление микрокальцинатов категории Байратс-4, по данным МРТ также категория Байратс-4, образование в правой молочной железе не в нашем центре. И при ультразвуковом исследовании в правой молочной железе выявлялось образование 12 на 6 мм, третий эластый тип, показатель жесткости 2,65. Ультразвуковая картина соответствовала геолинизированной фиброденоме категории Байратс-3. Пациентке была выполнена вакуум-аспирационная биопсия с установкой метки в зону удаленного поражения. И при гистологическом заключении ткань молочной железы и периконолекулярная фиброденома с участками аденоза. Пациентка наблюдается. Миграции метки мы и не наблюдали. Таким образом, хотел сказать, что категория Б3 образования достаточно гетерогенная группа с индивидуальным риском олиганизации. И в подавляющем большинстве возможно проводить динамическое наблюдение после уже вакуум-аспирационной биопсии без необходимости хирургической эксцезии. Вакуум-аспирационная биопсия может являться действительно золотым стандартом удаления большинства от категории Б3, но необходим обязательный мультидисциплинарный подход в диагностике образования данной категории и корреляции клинических, рентгенологических и гистологических признаков. И обязательно установка внутритканевых маркеров с целью дальнейшего динамического наблюдения или планирования хирургического вмешательства. И перспективы внедрения все-таки классификации Б3 в нашу клиническую практику, повсеместное внедрение вакуум-аспирационной биопсии с целью лечения данной категории образований, снижение хирургической активности, особенно открытых эксцезионных биопсий, ну и необходимы также дальнейшие исследования для уточнения потенциала злокачественности отдельных категорий Б3 образований. И хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить нашу команду, наших специалистов ультразвуковой диагностики, патоморфологов, которые 24 на 7 готовы прийти на помощь в обсуждении сложных клинических случаев. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok